3 тысячи рублей на посещение музеев, выставок, театров по всей России. Такую возможность молодежи в возрасте от 14 до 22 лет предоставило государство в рамках проекта «Пушкинская карта». Все быстро, я уже была зарегистрирована на госуслугах. Я просто скачала приложение госуслуги «Культура» и там выполнила все действия, которые были написаны. И буквально это 5 минут заняло. О проекте ребята узнали из соцсетей. На переменах выбирают мероприятия, которые хотят посетить. Интересы разные, однако всех объединяет одно – желание приобщиться к культуре. Я ознакомилась со списком. Хочу посетить театр Аперетты и посмотреть мюзикал Анна Каренина. Пока еще никуда не ходил, но хотел бы посетить музей, интересный мне, например, музей старых игровых автоматов. Я человек, который увлекающийся историей, увлекающийся вообще музеями. Вот мне очень нравится такая тема. Отметил пару музеев. Музей «Бункер» и еще музей-заповедник «Царицыно». Гимназисты и ранее регулярно ходили в театр и музеи, а сейчас возможностей станет больше. Очень часто посещала, особенно с бабушкой. Очень люблю ходить в Большой театр, на балет. Также посещала в Питере. Действительно люблю культурно развиваться. До Пушкинской карты я культурные мероприятия посещал, наверное, раз в год. Но с получением этой карты, я думаю, что можно делать это теперь чаще. С афишей мероприятий, доступных для оплаты Пушкинской картой, можно ознакомиться в мобильном приложении «Госуслуги культура» или на сайте «Культура РФ». При этом учреждений участников проекта становится все больше. В целом, все есть, что я хотел посетить. Даже больше есть. Огромное количество театров, различных музеев. И все можно обратить Пушкинской картой. Выделенные государством денежные средства необходимо будет использовать до конца года. Однако проект продолжится. 1 января на Пушкинскую карту будет зачислено 5000 рублей.